Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы говорим о вашей любимой теме этой ситуации с российским рублем. Действительно, когда я на своем канале рассказываю вам о том, как вы абсолютно реально можете заработать вместе со мной на участии в IPO на американском рынке, или когда я вам рассказываю о том, что планирую запустить проект с торговыми роботами, или рассказываю вам о просто божественном инструменте под названием линии Fibonacci, при помощи которого вы можете заработать абсолютно реальные деньги на финансовых рынках, эти видео никому не интересны, но стоит только заговорить о рубле, эти видео всегда набирают максимальное количество просмотров, лайков, комментариев и так далее. И сегодня мы поговорим о том, чего ждать от отечественной валюты в июне, летом, ну и до конца года. Собственно, когда мы записывали крайнее видео на эту тему, ситуация была следующая. Курс доллара находился чуть ниже 71 рубля, нефть марки Brent торговалась по 36 долларов за баррель, и сейчас ситуация несколько изменилась. Нефтяные котировки выросли до 40 долларов за баррель, курс доллара по отношению к рублю опустился чуть ниже 69, и ключевой момент здесь заключается в том, что именно доллар снизился по отношению к российскому рублю. То есть сейчас на самом деле многих удивляет ситуация, всем кажется, что ну как же так, все предрекали, что доллар будет расти к рублю, а он падает, как же так. Но если посмотреть на ситуацию немножко шире, то мы увидим следующую картину. Нефтяные котировки, вдумайтесь, выросли на 10%. Курс рубля вырос проценты на 3 примерно. Причем это не рубль вырос, а это упал американский доллар на международном рынке Форекс. И если бы американский доллар на международном рынке Форекс не падал сейчас по отношению абсолютно ко всем валютам, то в этом случае при росте нефтяных котировок опять же на 10%, вполне вероятно, что мы увидели бы рост рубля 0%. Это абсолютно реальный факт. И в текущей ситуации происходит именно то, о чем я говорил в предыдущем своем видео, что даже при продолжении роста нефтяных котировок мы вполне вероятно можем увидеть то, что рубль будет расти не такими темпами, а может быть даже будет снижаться. И опять же, если бы не упал курс доллара по отношению ко всем валютам, то и не было бы никакого роста рубля. Многие эксперты, независимые эксперты, абсолютно все мнения, которые я слышал, в последнее время, которые мне попадались на глаза, все смотрят на текущую ситуацию с такими открытыми глазами и говорят, ну я не верю в укрепление рубля и пойду-ка я на всякий случай прикуплю долларов на предстоящую перспективу. Потому что любому эксперту, любому экономисту сейчас совершенно понятно, что в текущей ситуации с мировой экономикой, в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией, с учетом перегретости рынков, рано или поздно, вот этот вот, как его называют, театр абсурда на финансовых рынках, он рано или поздно закончится. Ведь действительно сейчас на финансовых рынках мы наблюдаем самый настоящий театр абсурда. Экономика под угрозой, пандемия коронавируса, перегретые рынки, но при этом все продолжает расти. И продолжает расти по одной очень простой причине, просто Соединенные Штаты Америки заливают рынки деньгами просто, можно сказать, в неограниченных количествах. И когда к инвесторам попадают дешевые, бесплатные деньги, соответственно, почему бы их не вложить в какие бы то ни было рисковые активы, на которых можно неплохо заработать. Именно это, друзья мои, сейчас и происходит. Посмотрите, сейчас идет бегство из безрисковых активов. А сейчас все бегут в рисковые активы, в развивающиеся рынки, в американский рынок, там бум на рынке IPO происходит и так далее. И чем дольше будут заливать рынки вот таким вот образом деньгами, тем больнее потом будет расплата. Вопрос, когда она наступит, ванговать там, где будет дно у доллара, где там развернутся финансовые рынки, ванговать на эту тему, это самое неблагодарное занятие. Вероятность того, что ты попадешь, даже тыкая пальцем в небо, она там 0, что называется, 0,1. И я даже пытаться этого делать не буду, но важно очень, чтобы когда вы принимаете любые инвестиционные решения в текущей ситуации, чтобы вы понимали то, что происходит. Сейчас, если мы говорим про Россию, то с учетом того, что нас ждет там в скором времени все-таки парад победы, нас ждет голосование по поправкам в Конституцию, совершенно очевидно, что в ближайшее время, там, в ближайший месяц каких-то серьезных колебаний с рублем мы не увидим. Ну, никому не нужна высокая волатильность рубля в преддверии таких важных событий. Дальше идем. До каких пор будут держать рынки мировые? В Соединенных Штатах Америки выборы президента в этом году. Выборы будут в ноябре. Трампу не нужен падающий фондовый рынок во время предвыборной кампании. Соответственно, вполне вероятно, что рынки будут разгонять до ноября месяца. Я вполне себе такую историю допускаю. Да и не факт, что после того, как решится ситуация с президентской гонкой в Соединенных Штатах Америки, не факт, на самом деле, что там рынки развернутся и пойдет какое-то движение в обратном направлении прям сразу. Чем дольше вот этот пузырь будет надуваться, тем больнее потом будет расплата. В 2007-2008 годах была, ну, точно такая же история. Тоже все надувалось, тоже все росло, все говорили о том, что есть проблемы в экономике, но это длилось очень долго, расплата потом была очень болезненной. И здесь очень важный момент, что вы должны себе ответить сейчас на вопрос, если мы говорим о какой-то долгосрочной перспективе. В чем я хочу держать свои сбережения, когда в очередной раз рынок и мировую экономику накроют очередной кризис? И ответ на этот вопрос, он достаточно очевидный. Поэтому, когда мне задают вопрос о том, что делать с рублями, что делать с долларами, упадет, вырастет, на самом деле, это все достаточно бесполезные вопросы и достаточно бесполезные мои ответы, потому что, когда ты не знаешь целей, задач человека, сроков, отношения к рискам, я уже об этом говорил, говорить об этом бесполезно. Если вы по уши сидите в рублях, у вас долларов не было и нет, сидите, не дергайтесь. Когда нужно будет покупать баксы, я вам об этом скажу. Если вы сидите 50-50 в рублях, в долларах, ну, тоже, опять же, не парьтесь. Вам растет доллар, падает доллар, большой разницы нет. Копите рубли, потом прикупите доллары подешевле. Если вы по уши сидите в долларах, я вам уже, опять же, об этом говорил, не надо хранить доллары просто в долларах. Храните в долларах в тех активах, которые способны генерировать денежный поток. Облигации, акции, IPO и так далее и тому подобное. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и давайте пошумим в комментариях на эту тему. С вами был Глеб Задоев. Всем успехов в торговле и инвестировании. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok